Это русская служба BBC, подкаст «Что это было», меня зовут Сева Бойко, всем привет. Российские военные пытаются ловить украинские дроны сетями, причем эти сети они запускают с собственных беспилотников. Насколько эффективны так называемые российские дроны-сеткометы, чем могут ответить украинские разработчики, и станут ли беспилотники в обозримом будущем воевать друг против друга, а не против людей? Все эти вопросы я задам украинскому военному обозревателю Сергею Морфинову, который написал для BBC материал про сеткомет. Сергей, привет. Привет. Короткая просьба в начальный эпизод. К вам, уважаемые слушатели, если вы смотрите и не слушаете нас на YouTube, то, пожалуйста, подпишитесь на канал русской службы BBC, поставьте лайк этому выпуску, я вас за это благодарю. Спасибо. Мы обязательно поговорим про сеткометы, но поскольку у нас уже сложилась такая традиция, я каждого военного обозревателя, какая бы ни была тема выпуска, спрашиваю про обстановку на главных театрах военных действий в начальных. В какой стадии сейчас российское летнее наступление, насколько успешна украинская оборона и какие у нее трудности? Ну, собственно, наступление российское продолжается. Есть несколько главных направлений, по которым больше всего усилий прилагает российская армия. Можно пройти с севера на юг. Продолжаются бои за Волчанск на севере Харьковской области. Там они зашли в застройку городскую и продолжаются городские бои. То есть там по некоторым оценкам российская армия там увязла. По другим оценкам все равно она там зацепилась и остается, то есть ее оттуда не выбили. Также есть самые основные направления, где сейчас самые жесткие бои идут, тем не менее, это все-таки не Харьковская область, а это Донбасс. Тот же Часовьяр, где ВСУ отошли из одного из районов, канал так называемый, но тем не менее удерживают город, большую часть города там. Также российская армия наступает на Торецк. Там они идут с востока и теперь уже с юга. Там был прорыв возле города Нью-Йорк. Но Торецк тоже важный город считается, и поэтому это одно из главных направлений для российской армии в своем наступлении. Ну и очень серьезное усилие Россия предпринимает на Покровском направлении, а именно там трасса Покровск-Константиновка. И там идут бои в районе села Воздвиженка. Это где-то 6-7 километров до самой трассы. Трасса очень важная, стратегическая ракадная дорога, то есть дорога, которая идет вдоль линии фронта. И для этой локации она критически важна как для украинской армии, так и для российской армии, чтобы ее захватить. То есть сейчас они уже ее могут простреливать из минометов теоретически. Вот. Ну то есть в целом российское наступление идет, и там кое-где им, русским, удается продавливать украинскую оборону. Но если посмотрим, насколько они продвинулись, например, от Авдеевки, которую захватила русская армия зимой, до вот этой Воздвиженки по направлению к трассе, по кросс-константинам, там где-то 20 километров. Ну то есть вроде и да. И есть продвижение, но это больше, чем за полгода. Ну тяжело сказать, насколько это прям большой успех. Но да, продвигаются. Понятно. Давай теперь к твоей публикации. Во-первых, объясни, пожалуйста, на пальцах, что такое сеткомет. И это россияне придумали? Ну, саму идею, сам концепт, это уже давно придумали, потому что там пару лет назад я уже видел какие-то идеи о том, как дроном можно воевать против дронов. И вот сеткомет — это была одна из идей. Фактически это металлический блок, который можно прицепить к разным существующим дронам. В основном это мавики, как один из самых распространенных на фронте. К ним снизу монтируется блок с сеткой металлической, то есть там 12 направляющих, которым прицеплена кевларовая сетка. И в этих направляющих трубках там стоят грузики, грузила. И пиропатрон выстреливает эти грузила, они с собой тянут сетку, и сверху вниз можно так словить вражеский дрон. То есть там заявлено, что эффективная дальность стрельбы 2 метра. Ну, это очень мало. 2 метра, то есть вот этот дрон-сеткомет, он подлетает над своей целью, и там с высотой двух метров, может и меньше, выстреливает сетку, она опутывает лопасти жертвы, и та падает вниз. То есть нельзя сказать, что это эксклюзивная разработка российских конструкторов, скажем так. И вообще я нашел этот сеткомет, Тарантул называется, именно этот модуль с сеткой, на одном из сайтов. Сайты, которые там, это магазин тактического снаряжения, и там цена плюс-минус 800 долларов. То есть это даже коммерческий какой-то проект, можно сказать. Но наши разработчики в профильных группах, они тоже об этом писали уже раньше, о таких разработках. И там даже были, ну, было очень много дискуссий, насколько это реалистично или нереалистично. Вот там сейчас уже наши говорят о том, что так все же говорили, что это нереалистично, а вот русские сделали. То есть тоже надо отдать должное то, что российские конструкторы довели этот такой прототип до реально машины, аппарат, который летает и может сбить чужой аппарат. Вот я как раз хочу остановиться на этих дискуссиях, которые ты в том числе приводишь в своей публикации на сайте BBC. Мы понимаем вообще, насколько это эффективное оружие? И если не очень, то почему россияне все равно его используют? Тут двоякие оценки. Я также общался с дроноводом, то есть бойцом подразделения дронщиков из 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ, который непосредственно воюет с дронами, они там на харьковском направлении. И он прям очень скептически к этому отнесся. То есть он посмотрел эти видео и говорит, ну такое есть, но это очень тяжело реально эффективно их использовать, эти сеткометы, потому что это надо словить оппонента, чтобы чужой дрон завис на там несколько секунд. То есть мало его встретить где-то в воздушном пространстве, что тоже не очень часто случается. Надо еще подкрасться к нему, чтобы он не увидел, что за ним охотятся. И потом приблизиться на 2 метра сверху и таким образом выстрелить и попасть, и запутать лопасти. То есть этот боец говорит, что там можно 2-3 недели летать и не встретить ни одного вражеского там дрона. А если встретить какой-то дрон, ты не будешь знать, это точно вражеский дрон, или ты сейчас будешь за своим охотиться? А, понятно. Это мысль, которая мне не приходила в голову, что у дронов нету шевронов в отличие от живых людей. Ну да, ну то есть как-то там надо с разведкой поддерживать связь с соседями, с соседними подразделениями, чтобы точно знать, что ты охотишься за чужим дроном. И плюс он говорит, тут больше шансов потерять свой дрон, потому что вы монтируете этот модуль с сеткой, и он уже как бы для самого дрона становится тяжелее. Там и маневренность, и в целом время полета, наверное, уменьшается, потому что он больше нагрузка. И вот он говорит, что там мы такого не хотим использовать, потому что нам лучше использовать наши дроны как разведчиков и навестись на взвод в аражеский и там артой его накрыть, чем две недели летать и искать там чужой Mavic, чтобы на него скинуть сетку. Да, Mavic это, поясню, одна из наших слушателей, одна из распространенных в ходе этой войны модельных дронов, маленький маневренный, не очень дорогой аппарат, если я правильно понимаю. Да, да, DJI Mavic 3, DJI Mavic 2, это китайские. Там аутели вроде еще летают. То есть, с одной стороны, оценки такие не сильно восторженные, но с другой стороны, мы видим на видео, то есть, есть российские телеграм-каналы про военные, они постепенно публикуют разные видео применения. И там написано, вот это украинский дрон, вот мы подлетаем, выстреливается сетка, и действительно падает дрон, тот, который внизу. Ну, мы не очень понимаем, насколько действительно это украинский дрон, насколько это боевые условия, может это подстроено, может это маркетинговый ход. Но с другой стороны, мы видим, что этот сеткомет может быть эффективным. Вот если там сложатся такие-то и такие условия, да, он действительно оплетает чужой пропеллер, и тот падает и разбивается. Последнее такие видео даже на этой неделе уже, там во вторник, по-моему, кто-то публиковал. То есть, российская сторона настаивает, что мы вот это используем, и это едва ли не самый эффективный способ, который вот сейчас есть, борьбы дрон против дрона. Но он самый простой, потому что выстреливает сетка сверху вниз. И тут надо, как я говорил, подловить врага и попасть. То есть, тут надо еще нормальное мастерство пилота. Но там бывают концепции, пока на уровне идей или там прототипов, чтобы не только сверху вниз стрелять сетками, а там в погоне, там стрелять горизонтально сеткой, и чтобы грузики там на какое-то расстояние могли растянуть саму сеть, и она долетела до вражеского дрона. Вот, и теоретически, ну, наверное, это возможно. Там есть видео, как выстреливает сетка именно вот в сторону. И в чем такой профит от сетки? Это в том, что она имеет намного большую площадь, если сравнивать с пулей и со стрелкового оружия, когда сбивают дроны, то шансов больше сеткой накрыть. Но вот только проблема в том, что сетка летит не очень далеко. Надо попасть, надо опутать. Плюс есть еще на уровне концепта выстреливать два шарика в направлении чужого дрона, и между ними там тоже какая-то кевларовая нитка, и вот таким образом или опутать, или каким-то образом нанести урон чужому дрону. Это звучит как экзотика, но такое когда-то было в концепции цепные ядра, когда была война на море в 17-18 веке. То есть выстрелилось ядро, а оно разделялось на две части, и между ними была цепь, и считалось, что оно может повредить вражескую мачту на деревянных кораблях. И вот это точно такая же идея. Даже сейчас на ней вроде как работают, но я не видел, насколько это практически реализуемо. Но тем не менее разные идеи прорабатываются, и даже там какие-то фантастические сценарии, мы не знаем, может, через пять лет оно уже будет работать действительно на практике, потому что он все время ищет разные способы, как можно воевать против чужих дронов. А защитить дрон как-то от этого можно? Ну, помимо того, что так называемый дроновод должен быть внимательным, надолго не зависать и вообще снизить, что вокруг него. Какие-то технические средства есть, чтобы от этой сетки уберечься? Ну, да. Для начала это надо летать в парах, как летает армейская авиация, там по два вертолета или по два самолета. Тогда напарник будет видеть, что за тобой там сверху охотятся. Ну, и теоретически можно сделать сетки вокруг пропеллеров защитные, чтобы эта сеть выстреливаемая сеткометом не могла путать лопасти. Но насколько это будет практически реализуемо, это же все-таки тоже утяжеляет сам аппарат. Насколько это будет эффективно, пока тяжело сказать. То есть пока никто к этому серьезно не рассматривает такие варианты, чтобы защищаться от сеток, потому что это все еще очень нераспространенная новинка на фронте. Ты сказал о том, что один из людей, управляющих дронами украинских военных, с которыми ты общался, очень скептически всю эту затею с сеткометами оценил. Но, тем не менее, я хочу спросить, а украинцы свое что-то подобное разрабатывают или нет? Ну, на уровне частных каких-то инициативных групп там пытаются именно конструкцию самого сеткомета делать. Но пока видим, тут больше прогресс у русских. В украинских профильных группах они еще два или полтора года назад об этом спорили, что нет, невозможно, это возможно. Кто-то показывает какой-то там прототип, те говорят, да, ну так оно не будет работать. Ну, и вот на уровне таких штук, а то, что практически где-то там на фронте, ну, мне кажется, я не видел, по крайней мере, может, там в каких-то единичных экземплярах кто-то таким занимается. Ну, судя по тому, что, ну, вот говорил боец 92-й бригады, вряд ли. Плюс он говорил, что, да, им там доводят идею от командования, что надо какое-то средство от дронов. Давайте, думаю, что это может быть. И он так говорит, ну, и вот это нам предлагают разные идеи, и он их не очень приветствует, потому что он в них не верит. То есть реальных разработок, если есть, то они очень пока не распространены. То есть у России уже есть, по крайней мере, вот на таком уровне, что они даже его продают за 800 долларов. Вчера, когда мы с тобой обсуждали запись подкаста, ты мне прислал ссылку на один из магазинов в аннексированном Крыму, где можно купить такой сеткомет. Он не сертифицирован, и, соответственно, каждый, кто его покупает, покупает его на свой страх и риск. Ну, мы привыкли, что в конвенциональных войнах армия против армии обычно оружие поставляется более-менее централизованно. А тут, судя по всему, это штуки, которые разрабатываются как-то не по гособоронзаказу, а по собственной инициативе. И вот как раз вчера российская независимая медиа важной истории, его российские власти признанные на агентом и нежелательной организации, писала о российском конструкторском бюро «Стратим», где, значит, украинского происхождения физик-ядерщик, бывший менеджер «Растеха» и еще какие-то люди собрались, чтобы зарабатывать на войне и поставлять российским военным беспилотники, в том числе репники американских. А вот ты можешь немножко подробнее рассказать, как в Украине устроен этот рынок, что ли, вот таких самостоятельных разработок для нужд фронта? Да, но это «Милтех», так называемый у нас. Он тоже на уровне аматоров или инициативных групп. Иногда проводятся хакатоны, там Министерство цифровой трансформации тоже делало хакатоны, на котором могли там военные дроноводы пообщаться с командами разработчиков, которые там свои идеи им представляют. То есть постепенно это развивается. Но что у России как бы более эффективно, это то, что она умеет масштабировать разработки. Вот «Ланцет» не так и давно появился, ну, то есть сравнить недавно, а его смогли делать достаточно в больших количествах, потому что он там показал свою необходимую эффективность на поле боя. У Украины с этим похуже. Там каждую разработку надо как-то продвигать в армию, чтобы за нее потом было какое-то финансирование. Периодически бывают какие-то там ссоры. Кто-то думает, что этот лоббирует того, а этот лоббирует этого. Но тем не менее на низовом уровне инженеры пытаются создавать какие-то новые разработки, которые могут так или иначе работать на фронте. Вот. Главное, чтобы была эффективная коммуникация с ВСУ непосредственно на фронте, чтобы понимали инженеры, что от них требуется. Вот то, что они разрабатывают, это надо на фронте или не надо. Я просто слышал после одного из хакатонов военные говорили, ну, классная разработка, но нам такое не надо. Там какой-то рой дронован. Не можем его эффективно использовать. Но тем не менее есть разработки, которые уже пошли в народ. Вот в армии, скажем, это цукорок, сахарок по-украински. Это его разработал один из программистов, который живет в Лондоне. И это индикатор вражеских дронов. То есть это небольшая коробочка, которая пищит, когда над вами пролетает дрон. Она очень популярна сейчас в армии из-за того, что очень много российских дронов, дронов-разведчиков, ударных дронов, FPV. И у них прям заказов очень много. И там какая-то очередь стоит на то, чтобы купить этот цукорок. И оно как бы работает, да. И это вроде, ну, как я понимаю, это частная инициатива. Это программист, который он создал. Вот коллега Олег Черныш детально писал про эту разработку. Можно почитать на сайте BBC. Да, материал называется «Негендарный цукорок. Почему все украинские солдаты хотят его купить?» И начинается он как раз с истории одного из украинских военнослужащих, которому этот цукорок спас жизнь и его подразделению, потому что оно попало под удар дронам. И вот этот прибор предупредил людей, они успели выбежать из машины, которая в итоге сильно пострадала от российских ланцетов. У меня теперь такой концептуальный вопрос. Собственно, когда мы говорим о том, что вот какая-то коробочка предупреждает о появлении дронов, или один дрон в другой дрон стреляет сетью. Это все первые шаги к войне дронов против дронов, а не дронов против людей. Или у меня какие-то фантастические предположения? Ну да, рано или поздно это должно случиться, потому что когда есть эффективное средство на войне, то оно вызывает поиски эффективного противодействия. И для дронов, которые сейчас просто везде на фронте, и за фронтом летают, как разведчики, там Орланы Суперкамзала, и наводят Искандеры на украинские аэродромы, то, естественно, что будет идти поиск эффективных противодействий. И тут, например, Орланы могут сбивать украинские ПВО, но это будет стоить гораздо дороже, чем сам Орлан. На это приходится тратить вот дорогую ракету, которая там в десятки или сотни раз дороже, чем дроны, или там какой-то Мавик несчастный. Но как бы они же могут привезти гораздо больше разведчики этих, гораздо больше вреда, если они действительно наведут там баллистическую ракету. Поэтому рассматривается способ, как можно дешевле сбивать Орланы. Там, ну, Стингер может туда не доставать, и стрелковое оружие, или там ЗАУ. Поэтому ищут, может быть, это будут дроны. И вот сейчас уже ведется разработка о том, что были дроны-перехватчики, там едва ли не реактивные. Ну, короче, FPV-дроны, чтобы иметь возможность догонять. Я поясню для наших слушателей, что FPV-дроны это дроны, которые позволяют управляющему ими человеку видеть от первого НЦА, что происходит на полной бои. Да, да. Уже появляются сообщения о том, что вот FPV-дрон, как истребитель дрона, начинает в украинской армии тоже использоваться. Посмотрим, насколько это будет действительно эффективно, будет ли это более эффективным, чем сеткомет. Нам тоже требуется достаточно большое мастерство пилота, чтобы управлять на скорости, ловить чужой дрон. И там, и плюс это же надо выявлять чужой дрон. То есть, здесь идет разработка, и тут как бы война технологий между собой. Сейчас эффективные дроны, разведчики или там шахеды, и по-любому против них будут искаться средства противодействия со стороны таких же там дешевых условно дронов-перехватчиков, чтобы не тратить там за миллионы долларов ракету. Сергей, спасибо тебе большое за этот интересный выпуск. Вы слушали подкаст «Что это было», который можно найти на сайте русской службы BBC в наших соцсетях, в Тинеграме. Можно нас послушать на Ютубе, как я уже сказал в самом начале. Также не забывайте, что мы есть на многочисленных подкаст-платформах, но где бы вы нас не слушали и не смотрели, пожалуйста, ставьте лайки, звездочки, оценки, и главное, делитесь выпусками, которые вам понравились, со своими друзьями и близкими, так больше людей получат доступ к непредвзятой информации. Меня зовут Сева Бойко, а следующий выпуск, что это было уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok